Друзья мои, я всех приветствую на канале «Строю дом своими руками». Новостей, миллиард и маленькая тележка, и даже, наверное, побольше. Есть что рассказать по теме компрессора, есть что рассказать по теме помпы. Давайте так сделаем. Если интересный обзор конкретно аппаратуры, я буду это снимать. Неинтересно, тогда просто вот рассказал, все, работаю. Теперь самое важное – это потолки. Я уже настелил какое-то количество. Вот пока я сейчас с вами разговариваю, вы видите, как я это делал. В общем, весь процесс происхождения этого всего мероприятия. Мне накидали массу комментариев в предыдущем видосе о том, что я сделал много ошибок. И я решил переделать это все грамотно. Я умею принимать свои ошибки, и я тут реально накосячил. Поэтому заехал в магазик, взял крабов, пачку. И сейчас я все с крабами переделаю, сделаю это все грамотно, объясню, как. Единственное, чего не будет на видео, это, конечно же, не буду откручивать от бетона уже. И кратность шага в 60 см останется. Хотя правильнее всего, как мне объяснили на канале, делать 40 см между проходами. И тогда на листе будет, получается, 4 точки опоры. Попал еще я вот чем. Я купил листы, не посмотрев в магазине. Вроде вкусная цена, думал, моя скидка, думал, листы. Я привык, что они хорошие. Оказалось, что я взял какой-то неликвид. Точнее, не очень хорошего качества. Сейчас я поехал и купил все это количество только нормальных листов. Давайте я так скажу, что это может быть и КНАУФ, это может быть и ГИПРОК. Берите хорошие, именитые фирмы. Я взял какой-то там российский город. Вот так он называется. Российский город. Это не в обиду будет сказано. Компания, но, наверное, это сегмент недорогих вещей. Поэтому, может быть, это нормально. Сейчас мы это все начинаем переделывать. Поэтому в конце этого ролика вы увидите потолки, сделанные уже грамотным проходом. Все это будет в перекрестиях сейчас. Женя будет заниматься выходные у меня вот этой стеной. Скоро мы тут все будем тоже обоить. Обои мы используем только Silk Plaster. И теперь отныне я решил, что это будет только эта компания. Скажу почему. И вы сейчас просто скажете, Дэн, это грамотно, это правильный подход. Смотрите, первое. Я проверил их водой. А как проверил, когда батареи вешал в комнате своей, вода попала. И просто пальцем задеваешь, они снимаются. То есть, можно сказать, что у них есть один минус. Они не влагостойкие. Теперь плюсы. Надоели вам обои, вы их сняли. Это без проблем. Опыт одного из зрителей. Снимаете их в таз. Они у вас сутки стоят. И потом наносите их в другой комнате. И уже как новые обои. Просто сами представьте, на дом в 300 квадратов потратить сумму примерно таким же эквивалентом, это не дешевое удовольствие. А так вы сняли их в одной комнате, положили их в другую. И они у вас еще 10 лет стоят. Лежат. Висят. Вот, висят. Без проблем. Это второе. Потому что первое, это легко снимается. Второе, это могут быть взаимозаменимы. Легко ремонтируется, кстати. О чем я тоже говорил. Под каждым видосом, где мы делали обои, и будем еще делать ниже, на первом этаже, я везде ссылки кидаю. Вы можете расцветки смотреть у меня на канале. Так, ну и коли уж мы в этой комнате находимся, еще раз покажу, как получилось. Вот эта дочь и комната. Такая вот красота у нас вышла. Все. Все, сейчас пойду покажу еще вам комнату сына и покажу нашу комнату. Двери будем скоро ставить. О, сынок. Сынок тут лего и занимается своей. И это за луной наблюдает. Обои просто супер. Все отлично. Осталось только вопрос закрыть по потолкам и решить вопросы пополам. Сейчас вам покажу нашу комнату. Там как раз Женя сейчас занимается выбором напольных покрытий. Кстати, друзья, благодаря вашим комментариям, мы наткнулись на сервис быстрой доставки напольных покрытий и сопутствующих материалов в квадрате. Он так и называется. И решили попробовать впервые, не выходя из дома, заказать напольные покрытия именно там. На сайте просто огромный ассортимент из качественных зарубежных и российских материалов, в том числе большой выбор кварц-винила. Его-то мы и решили использовать как основу для нашего будущего напольного покрытия. Женя, как у тебя дела? Слушай, ну сайт вообще очень крутой и очень удобный. То есть здесь есть абсолютно все. Здесь очень удобный поисковик. То есть ты можешь как в браузере просто по названию какого-нибудь там артикул ввести, название коллекции. Ну вот мы знаем артикул. Вот здесь все, мы нашли свой материал, который нам нужен для заказа. Здесь есть вся коллекция. Есть характеристики, что достаточно редко можно найти где-то на других сайтах. Также выпадают статьи и видео на эту тему, прям как в браузере, в поисковике, только в одном месте. С каждой коллекцией здесь можно ознакомиться поподробнее. Приложены презентации от производителей, очень подробные технические характеристики, что достаточно тяжело иногда найти. Кстати, на сайте есть раздел распродажи, в котором любой товар можно приобрести сильно ниже цен на рынке. Как вы уже поняли, именно здесь мы нашли наше будущее напольное покрытие, которое сейчас купим и скоро будем укладывать в наших комнатах. Останется только сделать потолки и комната уже засияет. Все ссылки на сервис в квадрате и на товары, которые я показываю в своих роликах, вы, конечно же, можете найти в описании под видео. Жень, ну как, заказ идет? Здесь вообще все очень круто. Выбираешь тип укладки, ну вот в данном случае мы хотим углом. 45. Да, 45. Вносишь площадь, ну 100 квадратов, да, в нашем случае. Тебе выпадает количество упаковок и сразу цена. Клади в корзину. В корзину. Поехали. И все? Все, оплачивай, Жень, твоей картой. Братцы, я просто рекомендую каждому, кто связан хотя бы маломальски со строительством или ремонтом, воспользоваться сервисом в квадрате. Просто зайдите, просто попробуйте, и вы все сами поймете. Я на личном примере попробовал и понял, что сервис действительно удобный. Ну а мы начинаем уже нашу гипсокартонную часть. Одну минуточку внимания. Я сделал под систему. Вот здесь у меня вот такая вот штука. Помните, я вырезал, все плохо, некрасиво. Но она крепкая очень и держит хорошо. Здесь у меня купил специальный 0,5 этот. И вот тут он играет. Тут он тоже играет. Я не понимаю, как он может давать пользу. Или здесь смысл такой, что лист прижмет, а тут поддержит, наверное, так. Потому что вот эта штука, я не считаю, что это крепкая. Тут даже можно было их не прикручивать. Я имею в виду к самому крабу. Такая брешетка норм. Мне кажется, норм. Здесь добавил лишних, потому что тут будет парящий элемент. Он будет прикручиваться к системе. Едем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья мои, промежуточный этап. И еще интересный момент. Я не знаю, какой видос выйдет в первый. Женин или мой. Но, короче, она снимает свой контент. Вот, видите, у нее тоже стоит камера. Она снимает свои видосы. У нее тоже тут все классно. Женя занимается коридорной частью. Снимается на видео. А я снимаю на видео свою часть. Моя часть сегодня это потолки. Вот, как минимум я должен заделать вот эту всю штуку. Начал делать по вашей технологии, которую вы меня научили. Технология называется с крабами. Ну, что могу сказать? Из плюсов легче, проще. Потому что крабы защелкиваешь, все держится само собой, останется закрутить. Из минусов уходит больше саморезов. И самое противное, они крутятся отвратительно. У меня уже повреждены все пальцы, потому что слетают. Видимо, саморезы некачественные. Попробовал всякие разные. Пробовал клопы. Пробовал, сейчас покажу. Вот эти сработали. То есть, нашел у себя вот такие саморезы. Буры. Они закручиваются без проблем. Не отлетают, ничего. Не совсем, наверное, саморезы тематические. Потому что они для других целей. Но, тем не менее, мне с ними крутятся лучше. Не советую никому. Я советую найти клопы хорошие. Прям попробовать. Несколько вариантов в разных магазинах. Вот эти клопы, которые у меня сейчас, ну, которые плохо, я покупал в специализированном крепмаркете. Но, что-то они не пошли. В общем, вот эту зону мы сегодня делаем. Потом перейдем вот сюда. Здесь я пока взял паузу. Потому что нужно снимать вытяжку. И нужно тут придумывать подсистему. Потому что здесь у нас будет парящий элемент над столом. С люстрами своими. И тут надо все продумать. Поэтому сегодня укрепляю вот эту всю часть. Где-то ставлю крабы. Где-то не ставлю крабы. Но посмотрел плоскость по лазеру. Все идеально. Все идеально. Прямо так подходишь, смотришь глазами. Ну, нет этих волн, о которых говорили. По поводу вывешать гипсокартон. Ну, смотрите. Я кручу его. Кстати, вот тут не протянул. Я кручу его вот такими квадратиками. Если он на таком квадрате 50 на 60 провиснет, то грош цена такому гипсокартону и мне как монтажнику. Не представляю, что он может так сделать. Нереально. Еще один момент скажу. Взяли гипрок. Фирменный гипсокартон. Земля и небо. Небо и земля. Просто. По сравнению с тем, что я раньше работал, этот, мне кажется, он даже в таком виде может на себе выдержать люстру без подсистемы. Хотя подсистему я туда забил очень мощную. Тут будет люстра у нас такая кругами большими, красивыми. Оставляю щели, подрезаю все вот эти части. Не лучший вариант вам для примера показал. Тут надо подрезать сейчас. Вот видите, везде подрезаю, чтобы это все хорошо потом заделать шпатлевкой. Ну, вот промежуточный вам вариант показал. Сейчас будем биться дальше. Поехали. 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 Еще один момент. Вы спрашивали в комментариях, что это у тебя за красивая такая желтая штукенция, которая воздвигается аж до самого потолка. Я вам покажу. Это на самом деле то, о чем я очень давно мечтал и то, что я хотел и ждал. И это пришло. В общем, это специальное устройство для того, чтобы отстреливать лазером до 5 метров в высоту любые проекции. Вот этой пяточкой мы распираем в потолок через треногу. Прикручиваем, расслабляем, распираем в потолок. Все. Конструкция надежно закреплена. И вот этой вот галошей мы с вами можем на этаже отстреливать любые плоскости. Но это еще не все. Вы спросите, а чем же ты будешь это отстреливать? Это оборудование называется КАЭВИЦ. Можете здесь прочитать. Это, кстати, прибор, улавливающий сигналы. В общем, вот такой вот громадный, мощный лазерный уровень, который отстреливает лазерные лучи аж до 60 метров. В комплекте идет магнитный держатель к стене с регулировками. Зарядное устройство, это понятное дело. Кстати, что интересно, у него зарядное подключается уже на Type-C, то есть современное подключение. Также в стандартном креплении идет улавливающий элемент. Вот такой. И, кстати, что мне понравилось, у него есть два варианта крепления. Под большую ногу и под маленький фиксатор. Закрепили, включаем, и он теперь показывает нам на этаже ровную линейку по всему периметру. У него есть переключение параметров по горизонтали, вертикали, в общем, вот эти все плоскости, там 12, по-моему, лучей. Улавливающая пластинка, она, видите, она даже ярче становится. То есть мы отходим на расстояние, и она все равно это все улавливает. Но есть один момент, и момент заключается в том, что кому-то это, возможно, мало, и кто-то хочет отстрелять на улице и очень на далекие расстояния. Этот аппарат снабжен специальной функцией, которая называется индукционное что-то там. Смотрите, включаем прибор, начинаем ловить лазер, он его, конечно же, не ловит. У прибора даже есть подсветка, что проводит в ночное время, но он его не ловит. Почему? Все потому, что не включена специальная функция. Активизируем, и теперь, включая лазер, заходя в луч, смотрите, он его ловит. Можем включить со звуком, и сейчас, когда мы вводим, он будет пикать прерывисто, но когда мы наведем на центр, он начнет одним сигналом. Все, мы попали, мы попали в точку. Так, давайте на солнце, где он точно не попадает. Вот. Все работает. В общем, этот аппарат вы можете приобрести по ссылке под видео в описании. Я обязательно ее для вас там оставлю. Аппарат стоящий, он мощный, и его хватает на очень долго. При всех его габаритах сборка, посмотрите, какая качественная и крепкая. Вы знаете, что я к лазерным уровням питаю любовь, определенная симпатия. Здесь меня больше зацепила штанга, потому что это вещь, которая нужна в каждом доме, на каждом ремонте, в каждой стройке. Как я уже сказал, до 5 метров поднимать высоту, если вы расфиксируете полностью штангу и поднимете максимально. 5 метров высоту. Отключаем функцию и выключаем прибор. На этой штанге, что есть крутое еще, она может регулироваться минимальными всякими подводками. То есть здесь ослабил и поехал настраивать уже, как тебе надо, прям в идеалочку, смотрите, можно поднять. Ну и понимаете, да, что можно здесь расстегнуть и поднять аппарат на любую высоту для точной подстройки, для точной работы. То есть мы можем поднять его прям в потолок. Вон та пятка сделана для того, чтобы немножко поддавить вон ту пружину, когда вы хотите его расфиксировать. Еще момент, кто-то сейчас может сказать, Денис, ну одной палки не хватит, чтобы на 5 метров поднять, при том, что у тебя 3. Друзья, тут не все так однозначно. Она увеличивается еще здесь. 5 метров. Крутая вещь. Шкала с индикацией в 5 миллиметров тоже может вам сыграть какую-то полезную вещь. Например, может работать вообще вешкой для отстрелки, например, определенных высот. На ней есть сантиметровая линейка. Еще раз, K-WITZ модель KT-360A. Все, едем дальше. КОНЕЦ 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 Друзья мои, когда вы мне говорили, что гипсокартон это прям что-то очень тяжелое и хлопотное. Ну, наверное, я все-таки уже тогда знал, что вы правы. Когда я все это попробовал сам, когда мы прошли эти этапы, навешать листы, я согласился. Да, 26 листов сейчас зафиксировано у нас на потолках. Что первое, скажу точно. Если сегодня мы вернемся обратно и будет вопрос натяжные или гипсокартон на первом этаже, я скажу точно гипсокартон. Это будет точно гипсокартон. Мне этот материал очень зашел, потому что парусность. То есть, для того, чтобы сделать натяжные, мне нужно было делить это все, опять же, тем же самым гипсокартоном, только на зоны. Принято было решение сделать все гипсокартоном. Сейчас мы переходим с вами ко второму элементу, это парящей части. Но прежде я сейчас все протяну серпяночкой и гипсом. В общем, гипс я взял разных вариантов. Фюген и взял он там еще Берн, Бергауф. Сейчас буду все протягивать, делать потолки ровными. После чего мы установим второй слой, парящую часть. Потом лазерные всякие вот эти мероприятия проведем. Ну, давайте не будем забегать вперед. Пойдем с вами потихонечку, от начала до конца, вместе. Но это уже в следующем видосе. Друзья, я очень рад был с вами поделиться этой историей. Мне кажется, получилось очень даже неплохо. Уверен, что потолки эти будут стоять долго и счастливо. Я просто в этом уже уверен, потому что переделал все, что было необходимо в прошлом выпуске. Добавил прожилин, прикручивал не 20 сантиметров, а прикручивал по 10-15. То есть, даже где-то он 5 сантиметров есть расстояние. Крутил прям, не жалея саморезы. Так, смета по деньгам, сколько вышло у нас вот эта часть. Ну, а там дальше вы сами говорите мне, что дешевле натяжны или гипсокартон. Я так предполагаю, что по цене, наверное, они одинаково выйдут. Но с гипсом, конечно, заморочек больше. Если говорить о натяжных, то мы просто пробили бы багет, заказали бы материал, ткань, нагрели бы, это все растянулось, прорезали бы отверстия под светильники. Собственно, вот это все, что необходимо было бы. С гипсокартоном, конечно, придется потрепаться. Но я думаю, что игра стоит свеч. Так, братцы, ну все. Увидимся с вами теперь через недельку. Я буду заниматься сейчас натяжкой гипса. Но прямо сейчас жду в комментариях от вас конструктивной критики по моей работе. Или не критики. Что напишите, почитаем. Все, давайте. До связи. Пока.